Привет, на связи ТОП Репетитор и пора поговорить на очень неприятную, но открытую тему. А с чего ты взял, что профессия, на которую ты хочешь обучаться, имеет какую-то актуальность в современной России? Давай об этой теме разберемся подробнее, но перед этим поставь лайк, чтобы все, кто хотят поступать в этом году, данный ролик увидели. Погнали! Короче, чат, наверное, ты уже видел мем, пук, не смешной, но правдивый о том, что зачем вы учитесь на факультете международных отношений, если в России их больше нет. Или мем про международную экономику, если тоже экономики в России больше нет, а вы на нее обучаетесь. И в связи с этим возникает очень важный вопрос. У тебя до ЕГЭ есть еще, как ни крути, два месяца. Понятное дело, что изменить перечень экзаменов ты уже не можешь никак. Все, февраль был последней красной чертой, теперь ты уже сдаешь точно те предметы, которые ты заявил. Но возникает логичный вопрос, а что теперь с этим перечнем предметов делать? И, может быть, переориентироваться на другой университет? И я тебе скажу, что задуматься об этом точно нужно. Я лишь просто тебе скажу свои мысли по поводу того, что будет актуально и неактуально. Начнем с актуального. Я думаю, что будет безумный спрос, во-первых, на тех, кто занимается айтишкой. Не знаю, как это относится к тебе, мой дорогой гуманитарий. Хотя, может быть, ты обучаешься курсам по айти направлениям, фриланс какой-то, дизайн. Но я думаю, что айтишка будет безумно популярна. Почему? Две причины. Во-первых, множество айтишников нашу страну покинули. И, скорее всего, они в скором будущем найдут профессию где-нибудь там за бугром. А во-вторых, цифровизацию экономику никто не отменял. Нужно также обслуживать экваринги, страшное слово, сайты, помогать пилить всякие приложухи. То есть, в конце концов, хоть наша экономика и изолирована, это не отменяет ее цифрового характера. Что, значит, подчеркивает необходимость постоянно что-то программировать, пилить и дорабатывать. Поэтому я думаю, что айтишка будет бешеным топом даже внутри России. Второй бешеный топ, как по мне, это пищевое направление и все, что связано с едой. Потому что две причины. Первая. Во времена кризиса ажиотаж вокруг еды, он в принципе возрастает. И пищевая сфера, она воскресает со дна. Ведь все мемы про еду, про сахар, цена на еду возрастает, а значит, интерес к этой сфере увеличивается. Да и многие рестораны, фастфуды и прочее нашу чудесную страну покинули. А значит, предпринимателям, да либо новым бизнесам нужны будут повара, всякие люди, которые шарят в закупках продуктов питания, да в конце концов фермеры и производители пищевой продукции. Поэтому вот тоже думаю, что пищевая сфера тоже будет топовой в любых проявлениях и в любых направлениях. И как бы мне не было больно это признавать, я думаю, что третья сфера, которая будет укрепляться, это силовые внутригосударственные структуры. Среди моих учащихся есть ребята, которые хотят учиться на МВД, ФСБ и прочие-прочие направления. И я думаю, что они как раз будут чувствовать себя максимально комфортно и уверенно. Особенность авторитарного режима в том, что он всегда хочет ориентировать свою власть на силу и пользоваться этой силой во всех удобных и неудобных ситуациях. Но вы уже и так видели, какие безумные гарантии получат те, кто участвует сейчас на территории Украины в этой спецоперации. Поверь мне, ситуация будет только разворачиваться. Когда будет вопрос внутренних проблем, когда будет какая-то демобилизация армии, которая будет внутри России. Это же все нужно будет держать железным кулаком, а у нас рыночную экономику никто не отменял. Чтобы это все в кулаке держать, нужно этих людей держать на подкорме, то есть платить им хорошую заработную плату. Поэтому сейчас сразу тебе говорю, что все, кто хотят идти в силовые ведомства, вы не прогадайте. У вас все будет стабильно и уверенно. Есть только одно «но», которое я согласен из интервью Дудя и Эйдельмар. Это вопрос приспособленчества. Если у тебя нет никаких проблем с согласием позиций российских властей, российских пропагандистов, и ты с ними реально согласен, ну или можешь себя уговорить, чтобы быть согласен, тогда ок. Но если ты как бы внутренне оппозиционен и пойдешь туда ради денег, поверь мне, сойдешь с ума через 5 лет, и кукуха поедет очень и очень знатно. Теперь давай топ-3, где, мне кажется, темнота и беспросветность. Ну, во-первых, как ни крути, хоть это банальщина, это международные отношения. Честно тебе скажу, что, учитывая, что количество стран, с которыми мы дела ведем, уменьшается, то, а, конкуренция там увеличивается в разы, плотность заявок увеличивается, а значит шансы найти хотя бы какое-то местечко уменьшаются. Я верю, что Россия продолжит дипломатические отношения с Китаем, Бразилией, африканскими державами. Но ведь туда в первую очередь возьмут тех, кто имел опыт работы в Европе, в Америке. То есть в первую очередь туда засунут тех, кто уже себя проявлял и был опытен, а не молодых специалистов, которые непонятно, что могут сделать. Второе направление, которое, мне кажется, будет в глубоком кризисе, это учителя. Потому что социалка в нашей стране всегда по остаточному принципу. Один мой знакомый мне уже прислал чудеснейшую новость, это была личная переписка, пруфов не будет, что в одном регионе России объявили. В этом году ни один учитель премии не получит. Деньги кончились. Что это означает? В нашей стране всегда на социалке экономят, всегда. История про то, что заморозили пенсии. История про то, что учителя не имеют повышенной заработной платы. То есть поверь мне, что на учителях, да и в принципе в медработниках, пожарниках, то есть вот эта вся социалка, она дико просядет. Потому что в первую очередь повышать заработные платы там не будут никогда. Более того, опять будет чудесное какое-нибудь заявление про идите в бизнес, государство не просило вас рожать. То есть вот эти все заявки, они будут традиционны. Поэтому, если ты хочешь учиться на учителя, ну я подумал бы 7 раз. Либо идти в гольное репетиторство, но там сейчас рынок перенасыщен и там прям все очень плохо. Зарабатывать в школе те же самые 20 тысяч, когда буханка хлеба стоит уже 100 рублей. Ну я не знаю. Весь звучит невесело. Поэтому подумайте. Третья сфера, за которую я очень сильно опасаюсь, это лингвистика. Честно тебе скажу, что я просто не вижу там перспектив сейчас. Опять же вопрос в том, что, допустим, представим банальным примером, какое-нибудь посольство в Германии, 200 сотрудников, регулярные какие-нибудь там конференции, созвоны. И там реально нужны переводчики в постоянном оперативном формате. Но представим себе то же самое посольство в Германии, где осталось, допустим, 12 сотрудников. Понятное дело, что переводчиков для них найдут всегда, а новые не нужны. Переводчик и так профессия, скажем так, тяжело зарабатываемая. Поверь, не знаю об этом не понаслышке. Но в то время, когда социальные контакты с другими странами прекращаются. То есть банальный пример, как зарабатывал топ одно время. Приезжали иностранцы, это не шутка, какие-нибудь из Германии, Америки. И я для них проводил платную экскурсию по Оренбургу, и на этом зарабатывал какую-то копеечку. Такое было. А теперь как бы я заработал? Никак. Понимаю, что здесь проблема в том, что все, кто учится на переводчиков, они потеряют потенциальный заработок. Ведь сюда артисты не приедут. Иностранные директора сюда не приедут. Всякие иностранные коучи сюда не приедут. То есть, как бы специалисты-то будут, но объем работы значительно сократится. И возможность заработка там сильно упадет. Поэтому, чат, это просто мои мысли. Ты, может быть, со мной не согласен, а можешь согласиться. Поставить лайк. И обязательно напиши в комментариях, что ты думаешь по поводу твоей профессии. Напиши мне прямо сейчас в комментариях, кем ты хочешь быть, если ты уже в мою профессию. И что ты думаешь по поводу перспектив трудоустройства. Твой топ-репетитор.